В сериале «Великолепный век» четко прослеживается история про обычную девушку, имевшую счастье устроить свою судьбу из обычной рабыни, стать властной и обеспеченной женщиной, к ногам которой сам султан Сулейман Великолепный бросил все богатство и власть. Но так было не всегда. Долог и труден был этот путь от простой наложницы до самой верхушки социальной лестницы, чего только не пришлось пережить и испытать Хюрем Султан на пути к своей цели. А цель у нее была одна – быть уверенной в будущем своем и своих детей. Ради своих детей она могла пойти на многое. К примеру, Хюрем Султан сразу решил для себя, что следующим султаном после Сулеймана станет обязательно ее отпрыск. И это при том, что у Сулеймана были и другие сыновья от других женщин. Тот же Мустафа, он был старшим сыном Сулеймана и его первой жены – красавица черкешенки Махидевран. По всем законам, именно у него было больше всего шансов получить трон. Однако султан никогда не назначал будущего преемника лично. Это не было угодно Аллаху. Султаны Османской империи в этом случае полагались на проведение и удачу. Вроде того, что кто первый прибыл в столицу после кончины султана, тому и повезет. Хотя на самом деле никакого везения здесь не было. Все зависело от того, в какой провинции был наместником Шикзаде и насколько близко она располагалась к столице. Поэтому исторически сложилось так, что Шикзаде, получивший назначение в провинцию Манисы, имел больше шансов успеть первым в Стамбул после объявления о смерти своего отца. Но бывали исключения. Иногда ближайшие советники скрывали до последнего известия о том, что престол империи пуст. Делалось это для того, чтобы верные люди успели добраться до тех провинций, где в то время главенствовали те Шикзаде, которых чиновники больше других хотели видеть на троне. Иногда в таких случаях даже шли на обман, убеждая Янычар, что все в порядке и султан поныне здравствует. Бунты войска они опасались больше всего, ведь в этом случае султаном мог стать не тот, кто больше всего достоин, а тот, кто смог заручиться поддержкой Янычар или другой сильной коалиции при дворе султана. Что же касается Хюрем-Султана, то ее самым главным врагом и соперником была Махидевран-Султан, а точнее ее сын Мустафа. Этот Шикзаде как никто подходил на роль будущего правителя. После того, как стараниями Махидевран умер Шикзаде-Мехмед, Мустафа вновь стал главным претендентом на роль султана. Но Хюрем не была готова лишиться своей власти и дать Мустафе взойти на престол. Для этого она постоянно очерняла старшего сына Махидеврана в глазах Сулеймана. Но этого могло и не хватить, ведь что ни говори, а Сулейман был довольно близок со своим старшим сыном. Постепенно Хюрем пыталась посеять семена недоверия между султаном и старшим Шикзаде и добилась своего. Когда все сыновья султана предстали перед ним, султан по обыкновению должен был сделать назначение, определить, в какую провинцию поедет каждый Шикзаде для получения опыта управления государством. После того, как Махидевран смогла устранить старшего сына Хюрем, она ожидала, что Сулейман пошлет в Манису ее Мустафу. Эта провинция ближе всех находилась к Стамбулу и автоматически повышала шансы Шикзаде стать следующим султаном. Однако Махидевран жестко ошиблась в своих ожиданиях. Старанием Хюрем в Манису был отправлен Селим, второй сын Хюрем. Это было довольно необычно, ведь он не мог считаться отличным кандидатом на роль правителя. Пристрастие его к женщинам и алкоголю делали Селима зависимым от прихотей и минутных слабостей. Баязита в общем не рассматривали как будущего султана из-за его вспыльчивости. Возможно именно поэтому выбор Сулеймана пал на Селима. Им было довольно просто управлять и он никогда бы не пошел войной на своего отца, только чтобы заполучить трон. А репутация Мустафы благодаря Хюрем в глазах султана уже была не идеальна. Вот выбор и пал на Селима. Конечно Махидевран и Мустафа были жестоко разочарованы. Теперь у Селима было преимущество перед Мустафой, а они с ужасом помнили о законе Фатиха. Этот закон официально разрешал новому султану избавиться, то есть умертвить всех своих братьев, едва взойдя на престол. Этот жестокий и кровавый закон предписывал новому султану в целях сохранения единства державы, во избежание смут и бунтов, казнить своих родственников. Нужно сказать, что закон только давал право, но не обязывал поступать так. Но все шикзады обычно не ладили между собой. Атмосфера любви и взаимопонимания между сыновьями султанов была не в почете. И поэтому почти каждый новый султан использовал свое право казнить братьев. Именно поэтому Мустафа и Махидевран были крайне недовольны назначением Селима в Маницу. Ведь до этого Мустафа много лет был там с Анджембеем и успешно справлялся с управлением. Но поехал в Селим. Хюрем была в восторге, но понимала, что после крушения ожидания от Мустафы можно было ждать чего угодно. Так и случилось. Во дворце Топкапы Мустафа имел своих верных людей, которые могли сделать все, что прикажет шикзады. Мустафа, обозленный тем, что не его направили в Манису, да еще неудачным покушением на него по возвращению в Стамбул, решил сделать ответный шаг. Хотя Хюрем тщательно скрывала все улики того, что именно она была организатором покушения на Мустафу, шикзады и так все знал. Это покушение не было единственным. Хасики Сулеймана и раньше пыталась устранить главного конкурента на трон Османской империи. Но в этот раз жизнью поплатилась одна любимая наложница Мустафы. К тому же, ждущая ребенка. В ответ Мустафа преподнес Хюрем подарок. Едва рассвет озарил стены дворца Топкапы, Хюрем султан нашла у себя в комнате прекрасную шкатулку для драгоценностей. Она решила, что это презент от султана за проведенную вместе ночь. Но открыв ее, страшно испугалась, увидев живого Скорпиона. Скорпион олицетворяла с собой Мустафу, и Хюрем это знала. Решив ответить достойно на эту провокацию, Хюрем убила Скорпиона и положила обратно в шкатулку, написав записку, что Мустафа будет побежден так же, как и Скорпион. Она отправила ее вместе с мертвым Скорпионом, старшему Шикзаде Мустафе. Конечно, то, что она обнаружила такой отвратительный подарок у себя в постели, говорит о том, что Шикзаде везде имеет доверенных людей, но Хюрем было трудно испугать. Ведь на кону стояло будущее ее и ее сыновей. Поэтому она продолжила свои козни против Мустафы и в конце концов смогла избавиться от своего опасного соперника. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ